Девчонки, всем привет! Я вас рада приветствовать на моем канале. Меня зовут Таня Горинович и у нас сегодня будет видео про макияж. Так, девочки, на самом деле сейчас очень модно розовый цвет и поэтому у меня сегодня так и называется макияж Pink Makeup, потому что много спрашивают меня вариантов, как сделать макияж в розовых оттенках, что нужно для макияжа в розовых оттенках. Я, честно говоря, вам хочу предложить не тратиться особо, а попробовать сделать на чем-то одном макияж как глаз, так и у губ. У меня это будет помада и смотрите какого цвета. Круто? Поехали! Итак, первое, значит, с чего я начну, это с тонального средства. Я беру Manly Pro Зачарованная кожа. Я беру Manly Pro, это у меня сияющий хайлайтер розовый. Видно же, да? Туда добавляю. Все это перемешиваю кисточкой, также Manly 85 и наношу на лицо. Что мне дает этот хайлайтер? Розовый вы не будете, не переживайте, но вы будете сияющий, то есть немножечко свечение на лице, потому что зачарованная кожа у нас, да, она же плотненькая, а с помощью хайлайтера мы ее разбавляем и делаем полупрозрачной, но при этом плотность покрытия и скрывающая способность, она остается идеальной. Дальше мы блокируем наши синячки под глазами и это будет вот такая вот штучка тоже от Manly. Это консилер в области под глазами и он тоже розовый, но вы не переживайте, настолько розовый вы не будете, поэтому прям аккуратно пальчиком я забиваю зону под глаза, синячки и вот таким треугольничком высвечиваю. Прямо при этом, как видите, я не боюсь за количество, потому что я точно знаю, что ничего не свернется, не перевернется, не увернется. Будет очень все деликатно сиять, но при этом свежесть моему лицу будет гарантирована. Полностью высветляю всю Т-зону, получается, и растушевываю спонжем. Видите, какой эффект сразу сияющего и, ну, очень свежего лица создается при помощи вот этого розового консилера. Смотрите, в этот раз я себя не скульптурирую, а просто с помощью румян и хайлайтера я себе вывожу скулы и вроде бы подсвечиваю. Вот такая палеточка тоже от Manly. И берем у них какую-нибудь пушистенькую кисточку. Вот номер, номер, номер восемь. Набираю этот хайлайтер и наношу на зоны скул. Давайте только немного, потому что у нас есть еще общий хайлайтер во всем тональном средстве. Просто мы создадим свежий вид сияющей кожи. Вот. Губа, уголки глаз, как же без них. А дальше я беру вот такую вот румянчики. Классный цвет на самом деле. Моя кисть, которая дуофипра, растушевывает их у меня на руке. Я улыбаюсь и наношу себе на щеки. И получится идеально свежий, легкий румянец. То, что нам нужно. Девчонки, эта вещь просто реально летняя. То есть летом я считаю, что без вот таких румян вообще никуда. Потому что они могут все. Они могут быть румянами. Они могут быть помадами. Они могут быть тенями. Вот мы сейчас это и продемонстрируем вам. Долго не думая, я могу нанести их на глазки. На губки. Ресницы накрасить. Свеженькая, красивенькая, миленькая. Тут какой-нибудь бальзамчик. И все, и пошла, да? То есть это как один из вариантов легкого именно розового макияжа в тонах. Вот еще есть такой хайлайтер розовенький. Для того, чтобы больше сияния добавить, мы просто поверх моих щечек, вот этих вот румяных розовых, добавляем вот этот хайлайтер. Не боимся. Подтушевываем спонжиком, если вдруг где-то понимаем, что много. При этом смотрится очень круто. Очень-очень. Сейчас покажу с ресницами. Опа. Круто, да? Очень нежно, свежо. И много времени не затратили. На губы нанесем новый вот этот крутой блеск жидкое стекло. Сейчас, честно говоря, лаковые губы в моде, поэтому можно потерпеть проливание ветра. И вы уже смотритесь такая супер нежная, супер мягенькая, супер сексуальная. Это вам как один вариант легкого розового макияжа, в котором вам ничего не понадобилось, кроме одних румян. Розовых, красивых, классных румян, которые вы быстро растушевали что-то на лицо. Но я вам сегодня хочу показать еще с трансформацией в вечерний образ, также с розовым оттенком. И мы берем помаду и будем наносить на глаза. Мне понадобится кисточка. Тоже я взяла номер 91 от Manly. Она вот такая вот узенькая, тоненькая. Я ее набираю. И, кстати, смотрите, без базы, без всего наношу на глаза. Эта помада кремовая, она чуть-чуть как бы матовая, но то есть нет такого ощущения, что она прям вот у меня будет скатываться. Она очень хорошо тушуется и тянется. Именно поэтому я ее спокойно наношу на глаза. Мне понадобится одна кисточка растушевочная. Вот это Manly Pro номер 135, которая вот таким как будто бы бочоночком идет. Я буду ее растушевывать в складки, эту помаду, как бы смешивая с моими теми румянами. Ну, чтобы был более нежный переход. Красиво. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы берем черную подводку. И рисуем себе роскошную, шикарную стрелку. Потому что, ну, здесь как бы хочется. Можно оставить и так, но хочется добавить более секси в этот макияж стрелка. Стрелку я нарисовала специально широкую и очень активную, и чтобы она на фоне розовых этих теней смотрелась прям контрастно. И тогда у нас макияж становится более вечерним. Как вы думаете, что я буду делать с губами? На самом деле все просто. Эту же помаду я набираю на кисточку, которую наносила на глаза, и начинаю просто втушевывать в мой блеск. Серединку сделаем чуть насыщенней, прям поактивней. То есть, это, девчонки, вам уже как крутой вечерний макияж. И я вам хочу сказать, в этом макияже не стоит придумывать никаких скульптурирующих линий. В этом макияже нам не нужно однозначно пробовать другого цвета помаду, хотя глаза накрашены этим цветом. Моя рука. В этом макияже не нужно будет добавлять румяна вот этого оттенка. То есть, все именно вот так полупрозрачно. Но, девчонки, так как сейчас розовый цвет очень модный и круто, я вам советую попробовать и посмотреть просто, как вы себя будете с ним ощущать. Потому что лично мне вот такой вариант вечернего мейкапа нравится. Очень круто смотрится, кстати, посмотрите, с кофтой в полоску. Можно даже будет надевать с белыми вещами, можно даже надевать с какими-то кремовыми вещами. Даже если вы возьмете какой-то розовый хотя бы нижнюю часть, а верхнюю часть белая, там брючки, это будет смотреться круто. Надеюсь, вам понравилась такая легкая трансформация из легкого в более активный вечерний макияж. Надеюсь, вам понравилось то, что количество продуктов здесь очень маленькое. Надеюсь, вам понравился мой образ. Если вы поставите мне класс, напишите свои комментарии, что вы хотите сказать по поводу такого пинг-мейкапа. Сможете ли вы, осилите ли вы, решитесь ли вы, например. И я буду очень рада вашим комментариям. А я вас всех целую. До новых встреч. Пока-пока.